Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Спустя 5 лет начала вспоминать бывшего ни с того ни с сего. Общих друзей нет, не общались с момента расставания. Сейчас прям засел в голове и всё, тут снится. Иногда целую неделю подряд, хотя про него не думаю даже. Сейчас, исходя из этих снов, он часто в моей голове сидит. И я очень хочу что-нибудь о нём узнать и увидеть всего. Хотя понимаю, что это невозможно. Я замужем, мы же люблю встречаться с бывшим. Это такое себе удовольствие, когда у тебя кто-то есть. Когда расстались, особо не страдало без него. Постоянно была с людьми, они отвлекали, наверное, а сейчас как будто с опозданием до меня дошли те страдания. Это бывает после расставания. Как от этого избавиться? Ну, если вот прям совсем, если прям совсем просто говорить, да? То я бы, наверное, сказал как? Я бы, наверное, сказал так, что вам необходимо или желательно учиться замедляться. Вот так я, вот так я бы сказал. То есть вам прямо необходимо, жизненно важно, учиться замедляться в своей жизни и учиться чувствовать. Учиться чувствовать то, что, вообще говоря, с вами происходит. Потому что есть у меня такие подозрения, что вот, ну, что не очень вы это чувствуете. Вот. Да, может быть, действительно, у вас дошли страдания только сейчас. Но, вообще, пять лет – это срок довольно большой. И, как бы, я думаю, что не случайно, что эти мысли вас стали посещать вот только сейчас. Вот. То есть, на мой взгляд, если вы стали чувствовать то, что чувствуете, только сейчас, да, то, ну, наверное, в вашей жизни что-то произошло. Вот. И, в общем и целом, как мой коллега, вот, Кудрышёв Игорь Леонидович сказал, что, ну, очень похоже на то, что вы пытаетесь себя, как бы, как бы отговорить. Да, то есть, вот вам, ну, вам ухочется чего-то, вам ухочется чего-то, а вы всегда, как бы, отговорить, говорить, нет, 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 это не для меня, нет, нет, нет. А я так делать не буду, это неправильно и так далее. Вот. То есть, есть такое, есть такое, такое вот ощущение ещё, что вот вы себя сдерживаете, вот, есть такое чувство, что вы себя пытаетесь сдерживать. Вот. И, на мой взгляд, это прямо очень сильно бросается в глаза. Понимаете? То есть, я бы сказал, что, ну, когда вы были со своим бывшим, вы чувствовали определённое эмоциональное состояние с ним. Ну, вот, вы себя как-то чувствовали, вы себя как-то ощущали. Вот. И это состояние, оно вам, ну, нравилось. Сейчас вы в своей жизни, скорее всего, переживаете такой момент, когда вам это состояние вновь, ну, скажем так, понадобилось. Ну, вот, просто вот, натурально, вот, панапелло это состояние. То есть, вы стали вновь, эээ, чувствовать в нём, в этом состоянии свою потребность. Вот так я бы сказал. И в общем и целом всё, как бы, то есть вот, у вас начала формироваться вот эта потребность опять, ну, потребность в этом состоянии, и вы его, вы как бы к нему тяготите. Почему эта потребность появилась, да, вот с чем это связано, ну, я бы опять же сказал бы, что, а дело здесь, на мой взгляд, в том, как сейчас ваша жизнь изменилась, вот. То есть, на мой взгляд, вот, совершенно очевидно, что как-то ваша жизнь поменялась, на данный момент вот она как-то изменилась сейчас, и вы снова, вот, чувствуете эту необходимость, вот, в этом состоянии. То есть никуда это, на самом деле, не девалось. Ну, то есть нужно понимать, что в основе, в основе, в основе лежит именно ваше, именно ваше потребность, вот, именно потребность в, ну, именно потребность в вашем, в вашей психике, вот, лежат, в основе, ну, я имею ввиду, в основе, вот, того, что вы описываете, вот, и избавляться не нужно от этого, вот, на мой взгляд, избавляться не нужно. Изучать себя, исследовать себя, да, исследовать себя нужно. Изучать свою потребностную сферу, да, нужно. Учиться замедляться, да, необходимо. Именно, вот, учиться замедляться, вот, учиться быть, ну, более, более, более внимательным к себе, стараться быть более внимательным к себе. Да, это вот, это необходимо делать, потому что, ну, если этого не делать, да, то, вот, вы просто будете, ну, снова и снова оказываться в этом состоянии. Чем это состояние, как бы, притягивает, да, то есть, почему, вот, потребность в нем, как бы, вот, снова и снова появляется? Вот, ответ на этот вопрос заключается в ощущении свободы, как правило, то есть, ну, то есть, люди, они, вот, тяготеют, ну, как правило, к тому, что дарит им, дает им возможность быть свободными, вот. То есть, если вам, вот, в этом, ну, вот, в этом состоянии, в котором вы были, если у вас было, а, такое, вот, скажем, ну, может быть, чувство, да, что вы свободны, чувство, что вы, а, полностью, как бы, являетесь, ну, сами собой, вот, что, вот, как бы, это и приводит, как раз, к тому, что человек к этому тяготеет, да? То есть, это вот, ну, такой достаточно, вот, получается, важный момент, вот здесь, ну, на мой взгляд. А с мужем, несмотря на то, что вы его любите, вот, несмотря, несмотря на то, что вы его любите, вот, несмотря на это, на мой взгляд, вы не свободны. То есть, тут, тут вот, такая история, как мне, ну, как мне кажется. Вот, и соответственно, вот, на этот момент я и хотел бы обратить ваше внимание, да, ну, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения того, вообще, вот, как обычно, ну, как обычно получается. Как обычно вся эта ситуация, вся эта ситуация, ну, формируется. Вот, и вот, как бы, момент, момент здесь он такой. Так вот. Поэтому анализ ваших отношений с мужем, вот, ну, в первую очередь необходим анализ ваших отношений с мужем. Вот, чтобы, ну, чтобы убедиться в том, да, что у вас всё нормально, что у вас всё хорошо, что вы, ну, чувствуете себя собой. А, значит, вот, как бы, ну, с ним. А, это, это, такой аспект. И, в общем и целом, рассмотреть, конкретно именно, вот, ваши собственные личностные какие-то конфликты, да, какие-то трудности. Вот. Чтобы лучше понимать, что, ну, что вам нужно. Чтобы лучше понимать, с чего вы хотите. Вот. Потому что, на мой взгляд, дело не в бывшем, да, ни в коем случае дело не в бывшем, а дело именно вот в этом. В том состоянии, к которому вы, ну, тяготеете, грубо говоря. Вот. Такой, такой момент. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.